Всем добрый вечер! Клуб Петроградец, школа боевых услуг Димил Момота. Отвечаем на вопрос Алексея. Как можно атаковать стопу, воздействие на стопу ногами? Ну, как это может получиться? Нет, сначала покажем само воздействие, а потом как к этому прийти. Судя по всему, вопрос относится к этой технике. Когда у меня бедро сбоку, голень у живота, то как можно воздействовать на стопу? Я прижимаю животом к голени, колено чуть-чуть оказывается сзади плеча, и я подмышкой держу плотненько. Нога оказывается под стопой партнера или противника. Для чего? Чтобы я мог забирать свободной ногой ногу. Потому что если здесь ноги не будет, то мне ногу не забрать. Поэтому, чтобы нога была немножко на весу. Вот я плотненько держу. Прячу голову, чтобы партнер мне там ничего не сделал. Забрал всю спину, контролирую. Животом, рукой забираю ногу вот таким образом. Закрываю захватик, бедра сжимаю. И потом идет прогиб. Это сама схема этого полевого. Я думаю, что речь и камера всегда об этом идет. Как можно получить... Как можно... Встаем в точку. Как можно откуда выйти? В точку. На этот приемчик. Грубо говоря, меня уронили на колешке. Да? Вот отсюда. Я тут толкаю бедро. Сейчас тут толкаю бедро. И оказывается в этом положении. Сразу заряжаю ручком вот сюда. И прижимаю таким образом голень. Чтобы он сейчас голень не смог никуда убрать. Вот я голень зацепил. Вот держу. Голубь спрятал. Забираю ногой. Вот таким образом. Ножки скрестил. И идет прогиб вот такой. Если я буду его здесь не прижимать, то, во-первых, я отдам спину. И мне нечем прогибаться. Он может коленом крутить влево-вправо. Коленом, чтобы болтать был. Я могу не удержать. Нога сильнее, чем в руках. Если же я прижал ножку вот сюда к ковру. Вот сюда. То очень тяжело ему. Я болевать делать не буду. По-уператься немножко, по-уходить. Вот я сел на ногу. Я сел на ногу. Да. Как бы он там я ни толкал, я сел на ногу. И вот когда я ненужно, я просто прогибаюсь. Идет болевой. Чаще всего это положение получается тогда, когда я стою на щеберейках. Партнер со стороны спины пытается ноги завести. Вот отсюда. Вот только завоем ногу. Я сразу падаю на бочок. И оказываемся ровно в этом положении. Сразу отсюда завожу. Вот сюда. Можно еще другую ногу взять, чтобы он не мешал. Идет прогиб. При большом счету уже рука не держит. Уже прижимаю весом. Бедра держит. И идет просто прогиб. Вот такое движение. Как контролировать правильность захвата, можно взять и попросить партнера пошевелить в этом положении. Ногу повыдергивать. Специально и сознательно. То есть я лежу. Я прыгнул на болевой. А он вылезает. То есть я должен четко на ногу завистнуть. Вот таким образом. Можно, конечно, еще свою ножку здесь попридержать. Вот так вот. Чтоб плотнее было. То есть вот так работают только ноги. А если я свою руку, она мне уже не нужна здесь. Я зарядил под бедро вот сюда. Вот сюда взял колено. Идет еще более жесткий вариант. Потому что полностью блокирована голень и стопа. Что здесь важно? Чтоб было три точки воздействия контроля на ногу. Еще раз ногу здесь зарядить. Вот падаем. Первое. Контролирую подмышкой. Раз. Контролирую горень весом. Два. И ногой сцепивши захват. Три. Получается три точки контроля. Точка контроля. Раз. Весом горень два. И весом или рукой вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот так вот. Колено еще. Вот коленочек. Колено для подмышки немножко чуть сзади. И поэтому получается, что ногу ему сейчас очень тяжело что-то сделать. Если не хватает одной точки контроля, он сможет выйти. Допустим, я отпущу сейчас колено. Вот сюда. У него сразу появляется возможность выдернуть. Да. Или я недостаточно лег. Лег недостаточно вот так вот положение. Вот. Одна точка. Вид контроля. Сразу он входит на точку. Ага. Если не хватает, вот здесь все хорошо. Вот здесь все хорошо. А там слабенько взял, допустим. Слабенько. Он ногу сразу выключает, да. Помогает другой рукой. Помогает. Руку мою включает. Руку отключает. Все. Я проиграл положение. Если же я точка контроля раз. Вот. Точка контроля раз. Весом голень передавил два. Взял плотненько три. Ну еще ручку убрал вот сюда четыре. Вот так, грубо говоря. Так тоже можно. Даже если он меня где-то забирает спину, шею. Забираю спину, шею. Я в любую секунду головаю ногу. То есть это очень быстрое движение. Вот так. Тоже как вариант. Так. Так. Вот вариант. Очень плотный. Ногу очень тяжело отсюда выдернуть. Очень тяжело выдернуть. Потому что нога против моего всего веса. Ну, я думаю, что я ответил на вопрос. Если это тот болевом, о котором Алексей спрашивает. Вот он примерно так исполняется. Если нет, уточняйте. Сделаем. Всего спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok